Друзья, с нами Николай Гернет, арктический фотограф, человек, который в Арктике побывал не раз и много фотографий сделал, и не только фотографии. Николай, расскажите, вот вы, будучи студентом-медиком, так понимаю, работали в студенческой газете, насколько вообще важны такие вот вещи, которые не связаны напрямую с профессией, и вообще даже может быть не связаны, но которые потом определяют профессиональный путь? Очень много примеров, да, мне 45 лет уже видел разных людей, видел разные примеры, и интересно, что на грани разных профессий получаются самые интересные специалисты, потому что ты, да, там, получил одну профессию, у тебя одни знания, интересы могли там поменяться, но ты все равно пользуешься образованием базовым, и оно тебя как-то наполняет и направляет, да, потому что во многие экспедиции я попадал даже как помощник врача сначала. Первые мои экспедиции были к оленеводам, мы кочевали с оленеводами, и я туда попал как раз как ассистент доктора, был доктор, я ему помогал, да, на все это накладывалось советское мальчишеское хобби-фотография, она сначала была любительской, а потом, когда я закончил институт и начал думать, а это было начало 2000-х годов, тяжелое время, и когда я начал думать, о чем мне зарабатывать, о чем мне, там, кормить семью, да, оказалось, что мои навыки фотографа и журналиста оказались более востребованы и более оплачиваемы, чем базовая профессия, и вот жизнь тогда качнула в сторону журналистики, в сторону фотографии. Третье хобби – это путешествие, то, что было с детства, опять же, родителями в меня заложено, оно также тянуло, оно также все время свербило, что надо куда-то ехать, невозможно сидеть на месте, и вот все это – медицина, фотография, туризм – привели в итоге меня в Национальный парк Русской Арктики. Вы житель Архангельска, вы Архангелогородец, и человек, в принципе, связан с Арктикой в любом случае, вы живете на арктической территории, ну, по факту, но, тем не менее, вот, если взять именно Арктику, когда действительно вы с ней познакомились и вот ощутили, что это настоящий Арктик? Я с детства хотел попасть в Арктику, еще, опять же, все наши мечты, они с детства, когда приезжал в Москву или в Петербург и видел белого медведя в клетке, да, в зоопарке, я прям детские свои вот эти мечты помню, что мне надо увидеть белого медведя в живой природе. Первый раз, опять же, я побывал благодаря медицинскому университету, мы поехали в научную экспедицию на остров Колгуев в Баренцевом море, прилетели, это была весна, там, 5-ая, по-моему, марта, открывается парель самолета, мы выходим, там страшная пурга, не знаю, как вообще самолет садился, кругом торосы, торчащие, как в сказке про снежную королеву. Я выхожу, нас просто сбивает практически всех с ног этим ветром, я понимаю, вот классно, вот это мое прямо, вот я прилетел туда, куда я хотел на самом деле. А какие вот вы для себя выявили рекомендации, которые могли бы передать тем фотографам, которые хотели бы попробовать себя в арктических условиях поработать, вот что бы вы рекомендовали, там, теплый шарф, я не знаю, там, обязательно меховая шарфа, я вот сейчас придумываю, но вот, может быть, у вас какие-то сложились какие-то такие вот важные пункты? Вы очень правильно говорите, да, вот сегодня лекция для фотографов, но я в том числе принес несколько своих личных вещей экспедиционных, чтобы показать, какие носки я ношу, да, какую балаклаву я с собой беру, потому что все вещи, которые мы пользуемся здесь, как даже городские жители, там, Архангельска, Мурманска, Наринмара, они не подходят для того, чтобы их использовать в экспедиции, для них нужно покупать специальные вещи. И у меня есть целый отдельный шкаф, и вот он просто, это экспедиционный шкаф, то есть эти вещи, которые... В обычной жизни? Да, в обычной жизни их невозможно использовать, потому что ты реально выглядишь как матрешка, да, и ходить, ну, даже ты в автобус сядешь, ты сразу употеешь, и все, как бы, у тебя пропадет всякое желание. Но зато в этих вещах ты можешь спокойно ехать, там, несколько часов на снегоходе, сидеть, лежать в сугробе, передвигаться в тяжелой, в какой-то метели и работать, и это самое главное, потому что, да, техника может подвести, бывает, да, но если подводят руки-ноги, и ты думаешь о том, что у тебя отмерзает голова или ты не чувствуешь пальцев, то тогда ты точно не сделаешь никаких хороших фотографий, поэтому эта вся одежда, она особенная. А если говорить о курьезных случаях, наверняка в вашей практике они бывали, да? Мне поставили задачу снимать 3D-тур, да, дали виртуальную камеру, там такая голова-шарик, значит, с несколькими линзами, и дали к ней внешний жесткий диск, чтобы большой объем записываться, и внешний аккумулятор. Я все это проверил, в городе все работает, все настроил, все понимаю, все хорошо, привожу, не работает. Понятно, что-то замерзает, хорошо, что замерзает? Камера, аккумулятор, жесткий диск, непонятно. В итоге мне пришлось все утеплить, все заворачивать, значит, в теплую пленку, в теплые шапки, и выглядело это, конечно, очень мило, когда, значит, камера, и она обвешана не просто там проводами, а утепленными уже проводами. Жесткий диск в теплой шапке, аккумулятор тоже внешний в теплой шапке, в свитере замотанный. Со стороны это смотрелось очень комично, но главное, что работало. Поэтому каждый раз возникают какие-то проблемы, высокая влажность бывает, и у тебя камера просто вся запотевает, с нее просто капает вода. Хотя странно, да, это не Африка, не джунгли, это Арктика, но там тоже бывает влажность под 90%, и все. Ничего не сделать. У нас была ситуация, мы проехали в одну сторону с учеными мимо айсберга с утра, после обеда возвращаемся обратно, разворачиваемся и смотрим, тот айсберг, который мы проезжали утром, в нем внутри сидит медведь. Я понимаю, я ехал тоже как охранник, но я кричу коллеге, значит, прикрой, значит, схвати ружье, пожалуйста, первый. Сам хватаю сумку, открываю, достаю фотоаппарат, буквально 10 секунд успеваю сделать снимки, медведь понимает, что к нему бежит много-большое количество людей и убегает. И таким образом, просто вот не успев среагировать на автомате, я даже не помню, какие я настройки поставил, какой я режим включил, опыт дал возможность вот в эти 10 секунд среагировать и сделать кадр, который занял первое место в конкурсе «Золотая черепаха». Ну и последний вопрос, вы когда ехали в Астику, я так понимаю, мечта была снять белого медведя? Вы сняли его не один раз, сняли целую семью белых медведей, у вас есть много фотографий с этим могучим животным, а сейчас вот какая мечта, как фотографа? Каждый раз спрашиваю, да, сколько можно ездить в Арктику, на самом деле, на встречах очень часто задают вопрос, а зачем ты так много ездишь, долго, ну, вроде, вроде уже все сняли. Да, на самом деле, показываешь, вот смотрите, вот там мысль Гитгоф, условно, визитная карточка земли Франц Иосифов, вот этот снимок 2013 года, этот 2018, а этот 2023. Это одна и та же фотография, нет, три разных фотографии, какая из них хорошая, да все вроде классные, вот, а достаточно было бы одной, нет, вот все три интересно смотреть. Арктик, каждый раз, когда ты приезжаешь, это лотерея, да, в одной экспедиции у тебя может быть 10 дней тумана, и ты ничего не снимешь, другой раз ты приезжаешь, и у тебя каждый день какие-то шикарные облака, какие-то встречи с животными, да, какие-то снимки с учеными в работе интересные. И я еще, честно говоря, совершенно не насытился ни на 5%, ни на 10%, то есть я понимаю, что потенциал вот художественный, да, арктический, для меня он пока что безграничный, то есть я пока не вижу предела, которого можно было бы достичь, то есть на это реально можно положить всю жизнь. Ну, вам новых удачных фотографий, каких-то находок и технических, может быть, решений, которые помогут сделать фотографии лучше. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.